Выставка «Торжество православия» в Одинцово проходит ежегодно. Ничто не заменит живое общение, считает маньяхиня Тикуса. Здесь каждый может спросить совета и просто поговорить. Вы знаете, конечно, вот такие вот ярмарки, они очень нужны и нам, и людям, потому что здесь происходит как бы живое общение с людьми. Не все люди воцерковлены. Многие живут еще, знаете, старыми атеистическими идеалами. И вот такое общение, когда что-то объяснили человеку, что необходимо воцерковляться, необходимо жить с Богом. Икона «Церковная утварь», целебные мази и травы, изделия церковных мастеров, продукты монастырских подворий – все это представлено на выставке. Много здесь и православной литературы. Благодаря участию священнослужителей в таких выставках у монастырей есть возможность поддерживать всех нуждающихся. Монастыри строят детские дома, помогают людям с ограниченными возможностями, восстанавливают храмы и во всем этом помогают им миряне – верующие люди. Монахи монастырей из разных уголков нашей страны – Украины, Грузии, Греции – приехали в Одинцово. Православная выставка – как глоток свежего воздуха для воцерковленных людей. Монахиня Христина занимается миссионерской деятельностью уже несколько лет. Матушки рассказывают о житии святителя Афанасия Сахарова. Одинцовцы – частые гости свято-казанской обители и неоднократно становились свидетелями чудес, которые происходят там. Город Одинцово мы особенно любим, потому что нам не столько приходится знакомить здесь людей, сколько слушать впечатления Одинцовцев. Очень многие знают Владыку Афанасия, почитают его и приходят делиться своей любовью к нему. И мы получаем колоссальное тепло от жителей этого города. Даже вот они часто к нам приезжают в монастырь посетить келью святителя Афанасия. Поэтому мы сюда всегда едем с радостью, ждем. И уже за неделю, за месяц начинают звонить нам Одинцовцы, спрашивать, вы приедете? Мы говорим, да, конечно, мы приедем. Поэтому это для нас не первая выставка, и мы каждый раз с большой радостью и трепетом едем сюда. Потому что знаем, что откликнутся, придут люди, помогут и нам, и нашему монастырю, и придут поклониться святителю Афанасию. Для православных это большая радость. Не каждый может побывать на священной горе Афон в отдаленных городах России. Но прийти на выставку и за один день познакомиться со знаменитыми монастырями, не покидая Одинцово, может каждый. Это все равно соприкосновение с Божественным, это соприкосновение со святыней, с Духом Святым. Потому что мы всего лишь носители Духа, да, и люди очищаются, прибегают к Богу, получают пользу от этого. Они становятся чище, светлее. И мы тоже, мы тоже, когда встречаем добрых людей, для нас это большая радость. Потому что мы только, мы знаем по Евангелию, что каждый человек это Христос. Но сложно, когда у тебя какие-то проблемы, это увидеть. Но когда к тебе приходит человек с любовью, то ты понимаешь, что да, это действительно Христос. И это очень помогает и духовно, и морально, и материально это очень помогает. Вот благодаря таким выставкам, например, у нас с Божьей помощью выстроился детский дом, дом для детей у нас, потому что дети на воспитании в монастыре. При входе посетителей встречает иверская икона Божьей Матери, которой можно приложиться и попросить благословения. О чудодейственных свойствах этой иконы известно давно. Именно около нее и состоялось освящение выставки «Торжество православия», которое продлится до 17 ноября. Двери выставочного зала открыты для всех жителей и гостей города. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.